мир божий братья сестры брат владимир канал любящий истину сегодня поговорим на тему нужно ли христианам давать десятину меня неоднократно спрашивают насколько важна десятина нужно ли давать десятину и вообще этот вопрос достаточно актуальный в данный момент в поместных церквях знаете братья сестры в преобладающем большинстве в поместных церквях во главе угла старается исполнить две заповеди какие ну да вам наверное думается сразу что наверное возлюби бога и возлюби ближнего нет братья сестры это должно так исполняться а фактически главный акцент делается на исполнении двух заповедей и вам скажу каких первое это приди на собрание и вторая дай десятину во время карантина когда люди во многих церквях церкви были закрыты сидели дома но вторая заповедь дай десятину все равно очень серьезно к этому относились и даже пастырь или руководящие братья шли по домам и собирали свою рода дань я хочу братья сестры чтобы мы на основании слова божия разобрались действительно ли это достаточно такой важный вопрос что ему определяется сколько внимания я знаю во многих церквях много об этом проповедуется есть церкви где даже достаточно такой строгий контроль где записывается кто что дает какую сумму я знаю одна сестра которая ходила в церковь адвентистов седьмого дня она горела о том что попросила помолиться о ее семье но они сказали мы молиться не будем потому что ты не дала десятину она верит я ожидала десятину из своей пенсии но они сказали ты продала теленка и с его продажи не дала десятину поэтому мы не будем молиться видите даже как строго стоит вопрос прежде всего зачитаем места списания и будем рассуждать евангелет луки но гури вам фарисеям что даете десятину смяты руты и всяких овощей и не родите о суде и любви божий сие надлежало делать и того не оставлять а также матвея 23 глава и сказал на моисея седалище сели книжники и фарисеи и так все что они велят вам соблюдать соблюдайте и делайте по делам же их не поступайте бы они говорят и не делают связывает бремена тяжелые и неудобно носимые и возлагает на плечи людям а сами не хотят и перстом двинуть их и сразу зачитаю еще одно место списания они взаимосвязаны чтобы мы могли лучше разобрать эту тему десятину и сил иисус против сокровищница и смотрел как народ клал деньги в сокровищницу многие богатые клали много придя же одна бедная вдова положила две лепты что составляет кондрант подозвав учеников своих иисус сказал им истинно говорю вам что это бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу ибо все клали от избытка своего она от скудости своей положила все что имела все пропитание свое я хочу братья сестры что вы чуть ли понимали что когда родился наш господь иисус христос когда он был на земле то до 30 лет когда он начал уже пропитать слово божье в силе был ветхий завет три с половиной года когда наш господь уже проповедовал и проповедовал новый завет этот период можно назвать переходным и и поэтому нужно чуть ли понимать что господь говорит потому что конец закона христос христос пришел исполнил закон и на нем закон закончилась и вступил силу уже новый завет и после того как господь сказал совершилась после его победоносном можно сказать подвиги на кресте вступает силу новый завет и уже непосредственно в день пельдесятницы когда ученики последователи господа иисуса христа получает крещение духом святым и зарождается церковь крестово и тогда конечно уже в силу входит новый завет поэтому в чистом виде новый завет то что мы читаем это начиная уже с деяний и послания что касается евангелий 4 где господь говорит нужно чуть ли понимать он говорит народу на то время чтобы они еще исполняли закон или он горит уже о том что будет в будущем о необходимости исполнять новый завет и конечно же братья сестры сам господь горел древним сказано одно им другое то есть он уже открывает и учит их новом завете и даже ветхий завет он учит исполнять уже более духовно более глубоко братья сестры но конечно же уже в новый завет еще раз говорю уже входит в силу когда господь совершил уже свой подвиг на земле крестный подвиг и поэтому нужно слушая господа иисуса христа читая то что написано слово боже понимать он горит к народу на то время который еще исполнял закон потому что мы отчетливо видим что и так все что они велят вам соблюдать соблюдайте и делайте по делам же их не поступайте то есть он еще учит им мы знаем другие места списания где он говорит когда прошло очищение прокаженных да чтобы они пошли и дали то что полагается по закону священнику то есть он еще многое чего указывает на ветхий завет братья сестры но при этом уже учит что будет время когда и многие из языческих народов придут к господу и тогда и когда уже новый завет будет действовать в полной мере понимаете поэтому вот эти строки когда господь говорит о десятине 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 мы понимаем что он обращается к народу потому что на то время еще был в силе ветхий завет братья сестры и он учит чтобы фарисеи фарисеи они правильно делали что дают десятину вот но горе им потому что они как бы прячась за десятину считая что они праведны перед господом но такие главные составляющие которые нужны для народа божия как любовь божья как истина то есть вопрос суда они в этом были очень и очень слабы поэтому господь нисколько их как бы хвалит за десятину сколько их обличает за то что они прикрывая часть десятину не исполняет еще более таких важных моментов но конечно же здесь мы понимаем что он говорит что еще раз зачитаю все надлежало делать и того не оставлять то есть и десятину давать и того не оставлять поэтому мы видим братья сестры что когда он попрощается к фарисеям то он фактически горит о том что десятина да она актуальна это правильно но братья сестры когда мы читаем уже место списания о бедной вдове здесь господь горит нечто иное братья сестры и он именно обращается к ученикам а к ученикам вы знаете он открывал им тайны он говорил уже им о будущем он говорил что будет время когда новый завет войдет силу и здесь уже прослеживается другая можно так сказать формула братья сестры формула денежного приношения скажу еще что такое денежное приношение значит денежное подаяние это милостыня пожертвования что является добровольная раздача своих денег или ценностей вот денежное подаяние значит здесь кладется в сокровищницу и мы видим что формула скажем так десятины она можно так сказать несовершенно и господь открыт более совершенный механизм как он говорил что если праведность ваша не произойдет праведности книжников фарисеев то вы соответственно не сможете уже попасть мы так как бы в будущем можно понимать и в число церкви и быть в числе невесты числе мудрых дел то есть праведность христиан должна быть выше праведности книжников фарисеев и тех которые соблюдали ветхий завет и что же здесь мы видим если брать строго десятину то возможно клали в сокровищницу вот многие богатые люди именно десятую часть но это вдова это вдова господь говорит что она сделала нечто значительно лучше хотя возможно она тоже клала некую десятую часть от того что она имела хотя мы понимаем что возможно на тот день это были деньги которые она отдала полностью ее дневное пропитание конечно же она не давала вот эти деньги от избытка то есть мы не исключаем вероятность ту что даже скорее всего что и богатые люди вот эта бедная вдова они ложили десятую часть но господь по-разному оценивает и он говорит о том что те клали от избытка а она положила дневное пропитание свое еще раз ибо все клали от избытка свою она от скудости своей положила все что имела все пропитание свое ну понятно что тоже правильно понимали кондрант конечно же это не может быть пропитание например там на протяжении месяца и это скорее всего дневное пропитание это очень маленькая сумма и поэтому здесь появляется как бы некоторые другие ценности можно так сказать другие твердыни то есть появляются такие понятия как избы как как скудость понимаете когда например десятина десятина то здесь уже нет разницы скудость избыток просто простая формула простая формула вот как есть братья сестры я имею самоэкономическое образование и поэтому есть такая форма мне знакома форма значит налогообложения то есть есть две шкалы налогообложения плоская или единая и прогрессивная особенно она употребляется в некоторых странах что касается налога на зарплату когда подоходный налог собирается у нас украине 22 процента но я помню еще в советские времена что была и прогрессивная форма в чем разница в том что несмотря какая зарплата или зарплата тысячи гривен или десять тысяч или сто тысяч гривен с этой суммы берется 22 процента это плоская прогрессивная же форма говорит о том что например если ты получаешь тысячу гривен вообще с тебя могут не снимать никакой налог если ты получаешь 10 тысяч могут уже снимать с себя 20 процентов но если ты получаешь например уже 30 тысяч вот налог может быть уже 30 процентов понимаете там 100 тысяч уже может даже 50 процентов с твоей зарплаты будет составлять подоходный аналог понимаете это прогрессивная шкала то есть в зависимости от твоих доходов. Чем больше доход, тем больше процент снимается. И здесь Господь говорит, вот именно если брать экономическим языком, Он говорит, братья и сёстры, именно о прогрессивной форме, о прогрессивном вот этом подаянии. Потому что и, возможно, эта вдова положила возможно десятую часть за месяц, что она имеет какие доходы, очень скудные, скромные. И вот те богатые люди, возможно, тоже поставили десятую часть. И, конечно же, сумма денег значительно больше. Но она от скудности своей положила. То есть, если брать по, ещё раз говорю, по этой шкале прогрессивного налогообложения, она должна вообще ничего, скажем так, не давать. А те должны давать не десятую часть, если может даже 20%, или 30%, или 50%, или даже более, братья и сёстры. То есть, уже Господь открывает, братья и сёстры, уже некоторые новые моменты, как мы должны обращаться к подаянию, денежному подаянию. Конечно же, Новый Завет, он тоже учит, что мы должны уделять какие-то деньги или ценности свои для церкви. Возможно, если церковь достаточно такая небедная, можно так сказать, тогда уже можно и помогать, конечно же, и людям мира сего, бедным людям больше. Почему я так говорю? Потому что в Слове Божьем написано, что нужно, прежде всего, помогать своим поверьям. И, конечно же, если у вас есть бедные люди в церкви, то, прежде всего, нужно им помогать, а потом уже бедным, например, с мира. Второе послание Коринфянам пишется следующее. «Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность. Ныне ваш избыток в восполнении их недостатка. После их избыток в восполнении вашего недостатка, чтобы была равномерность. Как написано, кто собрал много, не имел лишнего, и кто мало, не имел недостатка». Видите, это совсем другая уже формула. Ещё раз говорю, конечно же, нужно уделять всем членам церкви, принимать в этом участие, в подаянии денежном. Есть, конечно, люди, которые непосредственно имеют служение благотворителей, но, как правило, те люди, которые имеют больше достатки, они могут значительно больше помогать нуждающимся, братья и сёстры. Но ещё раз говорю, видите, вот какой принцип берётся. Не просто, несмотря на то, сколько ты получаешь, какой твой доход, десятая часть, а именно принцип равномерности. И вот это, ещё раз говорю, вот это прогрессивная шкала налогообложения, можно сюда отнести. То есть, можно разделить как бы на четыре таких группы людей. нищие, нищие – это тот, что не имеет, можно сказать, ничего, или, по крайней мере, может, что-то имеет, но он находится в состоянии, что, может, даже иногда и голодает, ну, в очень-очень таком скудном состоянии, братья и сёстры. Бедный человек, он живёт очень скромно, скромно, значит, богатый человек и очень богатый человек. Можно четыре таких группы отнести. Сразу скажу, что как бы ориентир, почём, братья и сёстры? Конечно же, многое зависит ещё, где вы живёте, то есть, от региона, где вы живёте, от страны, разный уровень жизни и в целом в мире. Есть такая категория, организация объединённых наций, принято 5 долларов в день. Если человек имеет меньше 5 долларов в день, это приблизительно 150 долларов в месяц или 4000 гривен. Если брать для Украины, то это уже человек, можно её отнести к бедному человеку. Но Господь говорит ещё свои такие критерии, как можно оценить. То есть, Он говорит, если есть пропитание и одежда, будем довольны. То есть, понятно, что скромная одежда, очень скромная, так как в данный момент мы можем покупать в магазинах, но нечто в секонд-хенде, если неплохая такая вещь, например, и при этом очень скромно питаемся, братья и сёстры, тогда вообще, если брать по украинских мерках, то приблизительно может даже тысячу гривен человек, что просто не умер, скажем так, что он просто выжил, то приблизительно тысячу гривен. Я знаю, был у нас брат, когда ещё, конечно, доллар был немного ниже, и он смог прожить на 200 гривен. Ну, это приблизительно то же самое, что сейчас вот где-то по курсу тех самых там 800, может, тысячу гривен где-то таких. И да, но он, конечно же, и он мясного не покупал, он только крупы там, хлеб, вот всё, что вещами пользовался тем, что имел. Поэтому можно отчётливо сказать, хотя, ещё раз говорю, нужно брать ещё тоже, как какая страна, потому что 150 долларов, например, в месяц в Украине это больше денег, нежели, можно так сказать, нежели, например, в тех самых Соединённых Штатах Америки. Там за 150 долларов вы купите, как правило, меньше. Поэтому нужно, конечно, учитывать вот этот, можно так сказать, своего рода такой коэффициент региональный или страны. Но в целом вот такие ориентиры, братья и сёстры. То есть, можно так сказать, кто имеет меньше, там, тысячи, меньше тысячи, это можно относить к нищему. Человек нищий, гривень. Или, например, берём, если там уже в долларах, потому что во многих странах слушают канал «Любящий истину», то, возможно, это где-то получается долларов 35-40. От тысячи до четырёх тысяч гривен, или, скажем так, от 35 долларов до 150 долларов, это человек бедный. Кто имеет уже больше 4 тысяч гривен или больше 150 долларов, это можно уже отнести, как, ну, принято в основном, это относится к середнякам, но можно отнести, что это уже некие такие начатки и богатый человек. Но, конечно, уже таким богатым человеком или очень богатым человеком, конечно, это уже люди-миллионеры, миллиардеры и так далее, это люди, которые очень богатые, конечно, братья и сёстры. Поэтому, какая своя рода, если брать уже по Новому Завету, видите, равномерность должна быть. Другой принцип. То есть, несмотря сколько ты получаешь, десятую часть отдай. Нет, Новый Завет уже учит нас, чтобы учитывать доходы человека. Конечно же, сразу хочу сказать, если мы говорим уже о доходах, то, конечно же, здесь я не имею в виду людей, которые такие, можно сказать, хитрые или ленивые братья и сёстры. Ну, Слово Божие учит нас о том, что если не хочешь работать, то и не ешь. Да? То есть, даже иметь на замечания таких и так далее. То есть, мы берём, что человек действительно работает, работает, или он старается найти работу, если нет, действительно, но действительно, или нет работы в него, или очень мало получает, вот, но он действительно старается, то есть, нет элемента хитрости. И доходы его, действительно, что он нищен. Конечно же, такой человек, братья и сёстры, фактически, если правильно брать в собрание, то ему нужно помогать. И, конечно же, он уже не может фактически давать некое подаяние уже, там, давать братья и сёстры даже в церковь, потому что он сам, ну, просто будет голодать, понимаете? Вот эта вдова, она как подвиг совершила. Конечно, она уже некоторые дни, чтобы уделить в сокровищенную церковь, она голодала, можно так сказать. Но, Слово Божие не требует, конечно, такой жертвы, просто если вы хотите, конечно, можно, но Господь видит ваше состояние, поймите. Он любящий Отец, и Он дал Новый Завет, Он видит вот это состояние. Вот именно, видите, в Новом Завете уже действует принцип равномерности, что мы не видим в Ветхом Завете. там просто, мы говорили, плоская система такая, одиная, 10 процентов, всё. И, конечно же, многие для многих 10 процентов дать, кто даёт этой избыткой, они даже не почувствуют. А другие, они дадут десятую часть, и им придётся голодать. Новый Завет в этом намного прогрессивнее. Кто уже имеет состояние от тысячи до четырёх, от 35 долларов до 150, конечно, уже для таких людей уже можно именно, понимаете, десяти, но можно брать как ориентир. Именно, но ориентир для бедных людей, братья и сёстры. Для бедных людей. Потому что праведность наша должна произойти праведность книжников и фарисеев. И существует четыре вида проявления любви, и, конечно же, самое высокое, это когда человек даже душу, жизнь свою может отдать за другого или за Господа. Второе, это когда человек уделяет внимание, труд свой уделяет. Вот это Господу очень важно. Далее мы видим, когда человек уделяет некоторые финансы и ценности свои определённые, в этом тоже проявляется любовь. И, конечно же, последние, это когда человек сказал доброе слово, улыбнулся. Понимаете, в такой форме проявил свою любовь. Поэтому, конечно же, братья и сёстры, одна составная любви, хотя мы читаем, что Господь видел, что они давали десятину, но и думали, что этим исполняет закон, но Господь ещё говорит, что любви не достоит вам. То есть, это очень мало они давали, братья и сёстры, понимаете, очень мало, и поэтому Он говорил о том, что вы от избытка даёте, и в этом нельзя сказать, что вы проявляете любовь, поэтому нужно более, Он уже даже как бы учит им, более должны проявлять любви, то есть, даже можно сказать, более помогать, и большую часть уделять, уже как бы даёт намёт на это. Конечно, для людей уже, которые имеют больше 150 долларов в месяц, значит, и то, я говорю, в зависимости от страны, вот я беру по украинских мерках, то такой человек, он должен давать уже, возможно, больше десятины, уделять. Вот. В зависимости, конечно, какой у него доход, то есть, если, например, там у него, скажем так, уже 500 долларов в месяц, значит, он может, конечно, уделять уже и 20 процентов. и, конечно же, очень богатые люди, то для них тоже принцип десятины действует, братья и сёстры, действует. Но десятину таким людям нужно только себе оставлять, понимаете? а 90 процентов уделять нуждающимся, на Божий труд нуждающимся. Понимаете? Вот тогда действительно можно сказать, что этот человек уже исполняет принцип вот этого денежного подаяния, он этим проявляет любовь, и своего рода вот его праведность превосходит праведность книжников и фарисеев. Он это даёт не десяти, но он даёт 90 процентов. Понимаете? А на 10 живёт, потому что у него доходы, например, там 100 тысяч долларов в месяц. 90 тысяч отдал, на 10 живёт. Всё равно у него станется значительно больше, нежели в людей, которые бедные. Но, по крайней мере, конечно же, кто трудится, более трудится, что-то там у него получается лучше, может иметь немножко какие-то там преимущества. Я имею в виду, когда, говорится, о равномерности, что копеечку, копеечку полностью, или что Господь, можно сказать, как бы требует от нас этот принцип, как был в Первопостольской Церкви, всё отдавали, делили между собой, против всего страны. эта практика не так часто употреблялась. Почему? Потому что мы видим, когда даже были столы любви, некоторые приносили более богатую пищу, некоторые более бедную, то есть были разные люди по состоянию, не было всёобщей у них. То есть были и такие церкви, где всёобщие, были, где не всёобщие. Но он говорит о том, что не то, что вы там много едите, а за то, что это собласт, поэтому идите дома. Поэтому если человек немножко там лучше получается и у него зарабатывает и так дальше, он может дополнительно что-то себе разрешить купить. Но это не означает, что тот не имеет куска хлеба в Церкви, а тот имеет шикарную яхту, братья и сёсты. Это, конечно же, это уже не Новый Завет, это уже не Любовь. Это уже не Любовь. Поэтому ещё один принцип запомнить. Богатый должен помогать бедному, потому что в церквях есть мега-богатые пастыри, проповедники. И вот та бедная, бедная женщина, которая получает, может, ту пенсию, может, и минимальную пенсию, она даёт десятину, а тот думает себе, соберёт там тысячи членов церкви или даже больше, соберут десятины, и, конечно, там большая часть или половина с этих десятин будет пастырем. И он себе думает, «А, купить мне яхту за пятьсот тысяч долларов или за миллион». Понимаете? Поэтому, конечно же, братья и сёстры, я говорил в других преповедях о том, что, братья и сёстры, что пастыри должны жить как среднестатистический член церкви. и он должен, если он богатый очень, он должен помогать ещё другим, а ни на него даже не работать. Понимаете? Конечно, он имеет право, чтобы ему уделили некоторую часть, но если действительно он живёт бедно, он, допустим, там даже, ну, церковь решила, что можно ему не работать, чтобы он много времени уделял Божьему труду. Может церковь, конечно, уделять ему некоторую сумму там с десятин, конечно же, может, но при этом жизнь его должна быть достаточно скромная, ну, в среднем, как среднестатистический член церкви. Но не так, что бедные, бедные люди намного беднее дают десятины, потому что это строго, как один просто в наглой форме, один проповедник говорил, вот, пастырь, что надо овец стричь, иногда даже и два раза, и там строго стоит вопрос десятины, понимаете? Это не что иное, как бизнес, религиозный бизнес. Это большой игрек, братья и сестры, в глазах Господа. Потому что, я еще зачитаю место списания, в Новом Завете принцип действует еще доброохотности, то есть мы говорим, новое, что внедряется в Новом Завете, то есть равномерность, да, то есть в зависимости от твоих доходов, а не просто берем десятину. И еще принцип добровольности. Хотя есть, мы читаем, конечно же, вопрос сбора. При сборе же для святых поступайте так, как я установила церковь Аглотийских. В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сбору, когда я приду. То есть видите, то есть вот он ориентир дает, что можете собирать раз в неделю, первый день, в воскресенье собирать, чтобы когда нужно кому-то помочь, у вас была уже отложена некоторая сумма и давать. Но это как, мы не можем сказать, что такое там строгое требование, это как образец, что нужно все равно в Новом Завете, конечно, тоже заниматься вопросами подаяния. Он подсказывает, как вот конкретно коринфянской церкви, как им собирать вот эти пожертвования. И еще зачитаю. Для меня, впрочем, излишне писать о вспоможении святых. Ибо я знаю в сердии ваше и хвалюсь вами перед македонянами, что Ахая, приготовленная еще с прошедшего года, и ревность ваша поощрила многих. Братья уже послал я для того, чтобы похвала моя о вас не казалась щетной. В всем случае, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены, и чтобы, когда приду со мной, македоняне, найдут вас неготовыми, не остались в стадии. Мы, не говорю вы, похвалившись с такой уверенностью. Посему я почел за нужную просить братьев, чтобы они наперед пошли к вам и предварительно озаботились, дабы возвещенное уже благословение ваше было готово как благословение, а не как побор. Перед всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый делай по расположению сердца не с огорчением, не с принуждением, ибо доброохотно дающий любит Бог. То есть в церкви мы должны иногда, иногда говорить о том, что нужно проявлять любовь через подаяние, денежные подаяния, но это не должно быть так часто, и мы не должны как бы строго это контролировать, потому что Новый Завет учит уже принцип, еще раз говорю, доброохотности. понимаете? То есть мы даже не подсказывать людям, конечно, когда мы видим, ну явно человек достаточно богатый в церкви, все, он просто как уже жадность проявляет, то можно, конечно, уже принять какие-то более строгие меры, но я не сторонник, братья и сестры, того, не нахожу я в Слое Божьем в Новом Завете того, чтобы и вести какой-то журнал, записывать, прослеживать, какую-то зарплату получает и так далее, братья и сестры. Нет, это более все доброохотно должно делаться, хотя опять-таки еще раз говорю, если вы хотите быть честны перед Богом, правильно поступать, действительно проявлять в этом любовь, то вы должны смотреть именно, еще раз говорю, не просто как бы дали десятину и все, вы должны смотреть на свои доходы. Если есть такие моменты, что вы действительно в очень затруднительном состоянии, и вас даже не получилось что-то уделить, не бойтесь, Бог видит это, Бог видит. Ну, конечно, стараться нужно что-то помогать, уделять и так далее. Но если вы видите, что у вас действительно хорошие доходы, то тогда не скупитесь, поймите, и не прячьтесь за десятину, потому что Господь скажет, что ты жил по Ветховому Завету, праведность твоя не произошла, праведность книжников и фарисеев. Ты имел возможность дать и 20, и 30, и 50 процентов. А кто очень богат, еще раз говорю, он может и на 10 процентов жить, и 90 отдавать. Если действительно он настоящий христианин, действительно есть любовь. В этом, братья и сестры, отличается Новый и Ветхий Завет. Конечно же, десятина или денежное подаяние, оно имеет силу и в Новом Завете. Но принципы другие, братья и сестры. В Ветхом Завете это более по-простому, то есть 10 процентов, а вот Новый Завет он учит братья и сестры уже более совершенно, и он смотрит по возможностям человеком. Чем богаче человек, тем больше он должен уделять на дело Божье нуждающимся, бедным людям. И тогда он действительно по-настоящему исполнит вот эти заповеди, что нужно действительно уделять, нуждающимся, нужно заботиться, нужно собирать, вот как мы читали здесь в первый день недели, собирать, отлаживать у себя, братья и сестры. То есть конечно же Господь не ввинит его в жадности, не ввинит его в скупости и одержит большую награду, конечно же. Когда я говорил вам о вот этих суммах, то это берется на человека, братья и сестры. Конечно же, если семья многодетная, конечно же, братья и сестры, нужно учитывать, что им нужно например 40 тысяч, чтобы не считались они бедными людьми, понимаете. если, конечно, семья, там двое людей, то, конечно же, там, пусть даже по украинских мерках, там тысяч, там 10, там чуть-чуть больше, может 15, конечно же, это тоже уже не назовешь, что это бедные люди. Да, они скромно живут, но такие люди, конечно, могут уделять для нуждающихся, для церкви, поэтому, конечно же, берется на человека. Если вы хотите пастырю помогать, конечно, можете считывать, что он как кормилец, можете считывать его, например, сколько у него деток. Если больше деток, конечно, можно больше ему помочь. Но все равно, еще раз говорю, у него на человека должно быть, например, если у вас в церкви в среднем, в среднем, вот так приблизительно хотя бы посмотреть, и этим вопросом больше, конечно, может, ну и пастырь может заниматься, ну и яхон церкви. Видите, что в среднем у вас в церкви, например, доход, члена церкви 4 тысячи, например, гривен. Ну, в пастыре, например, там 5 детей. И он как кормилец, например, да, 6 человек. То, конечно, вы можете помочь ему тогда даже и уже там 20 тысяч, например. Но если, конечно же, церковь, тем более, большая, и в среднем доход рядовочной церкви 4 тысячи гривен, да, а пастырь имеет двое детей, а его доход, потому что церковь, например, большая, а его доход там 10 тысяч долларов или там даже, если я знаю, пастыри, 100 тысяч, миллион долларов в месяц имеет, то, конечно же, это неправильно. Конечно же, это неправильно. Вы имеете полное право, братья и сестры, в таком случае, вот, хотите помочь, помогите напрямую, напрямую, не через казну, скажем так, или кассу, вот, у нас вот даже нет как таковой кассы, то есть надо что-то поговорили, решили там, собрали там, помогли, и всё. Понимаете? Ну, если у кого есть касса церковная, ну, может тоже, то есть это может быть и так, и так, здесь нет такого чёткого какого-то требования, но вы знаете, что если в эту кассу церковную покладёте, то 50%, например, или даже больше пойдёт пастырю, он и так мега богат уже, понимаете? Вы тогда в полном праве можете, если брать на нас, слово Божие, можете помочь напрямую бедному человеку, даже из церкви, потому что тоже нужно правильно ещё помогать, братья и сёстры, правильно. Не просто как обряд, а помочь действительно человеку, который нуждается, тогда будет и вам награда на небесах записана, и вы правильно будете исполнять Слово Божие, то есть вы, будучи чуть-чуть богаче, помогаете человеку победнее, а не вы бедные, да, как в народе говорят, с бедного по нитке богатому рубашка, это много, часто в церквях есть, как вот в мире это есть, и в церквях так есть, поэтому, конечно, подаяние в Новом Завете имеют силу, это нужно делать, денежное подаяние, но нужно сделать, ещё раз говорю, уже по принципу Нового Завета, где есть и вопрос, и доброохотности, равномерности, братья и сёстры, где нужно, чтобы именно богатые помогали, бедные братья и сёстры, это всё нужно учитывать, и тогда действительно Господь скажет, что действительно проявлял любовь, Он действительно проявлял вот эту благотворительность, помощь, заботу, вот, так, как того хочет видеть от нас, христиан, новозаветных христиан, Господь Бог и непосредственно наш Господь Иисус Христос, глава церкви и Дух Святой, управляющий церкви. Поэтому да благословит вас Господь, Отец и Дух Святой. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok